Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. В Дагестане завершена контртеррористическая операция, в ходе которой уничтожено 6 террористов. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что при нападении боевиков погибло более 15 полицейских и несколько мирных жителей. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. В Дагестане стартовал форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана. Более 200 представителей общественных объединений страны обсудят работу в регионе и поговорят об экологических проблемах и путях для их решения. Проведение Израиля в наступательной операции против шиитского движения ХСБУЛА в Ливане может повысить риск начала более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований. Об этом заявил представитель штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане. Официальный Баку решительно осуждает эти кровавые преступления и поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма, говорится в письме главы государства. Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. В комитете подчеркнули, что все нападавшие были ликвидированы. В результате теракта в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции. В Дагестане объявлен трехдневный траур. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов. В результате контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте силовикам удалось ликвидировать всех шестерых боевиков. По сообщению агентства Интерфакс, трое из ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергакалинского района республики. Чиновник задержан. В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан, правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Махачкалы и Дербента отменен. Он действовал с вечера 23 июня после того, как накануне было совершено нападение на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост дорожно-патрульной службы в Махачкале. По данным МВД республики, после нападений на синагогу, церкви и сотрудников правоохранительных органов в больнице доставлено 16 человек, 13 раненых полицейских и трое гражданских. Погибли около 20 человек, 15 из них полицейские. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме Дербенте. В связи с произошедшим в Дагестане объявлен трехдневный траур. Власти республики также отметили, что будут приняты необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. Ну а о ситуации на юге России поговорим с гостем на прямой связи со студией Андрей Попов, подполковник запаса, ветеран спецподразделения «Альфа». Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на данный момент, когда преступников удалось ликвидировать, что известно? Кто и с какой целью мог совершить данный теракт? Знаете, в этот день, в День Святой Троицы и Пятидесятницы, это христианские и иудейские праздники, произошло два таких события. На сегодняшний день мы знаем террористическую направленность. Это, знаете, и Севастополь был обстрелян, и погибли люди в Севастополе, мирные граждане, которые отдыхали на пляже, в том числе и дети. И много пострадавших, и теракт в Дербенте и Махачкале. Я усматриваю, что это звенья одной цепи. И заказчик, одновременно и тот, кто финансирует все эти теракты, он один. Это англосарса силы Запада. Вот мое мнение такое. Наверное, вопрос, как это могло произойти. Ну, какие, возможно, недоработки или упущения были у спецслужб и правоохранительных органов? Ну, я могу сказать, что террористы пользуются в Дагестане, воспользуются ситуацией, когда основные силы у нас все-таки брошены в правоохранительных органах и спецслужб, в том числе и полицию, для обеспечения безопасности в наших новых регионах. На СВО многие уехали. Да, не хватает сил и средств. И, возможно, это послужило такой благоприятной почвой, фону, для того, чтобы террористам осуществить вот это злодеяние. В связи с этим, когда вот уже первично, вы видите, как быстро сработали, установили и причастных к этому теракту, и оказались, что причастны к ним в том числе и к жителям Дербента, которые жили там. Вот произошли уже задержания, сейчас пройдут обыски. Это говорит о том, что на территории Дагестана и даже непосредственно в этих городах действовали ячейки российской организации. Организация, которая готовила этот теракт, проводила регистриировку. Я думаю, что это были подобраны несколько объектов, как делается в таких случаях. И, соответственно, тот объект, который по условиям, которые в то время намечены, а намечены, я повторюсь, были на праздник, праздник Троицы и Пятидесятницы, на праздники церковные были наиболее благоприятны для проведения терактов, они там состоялись. Благоприятные я имею в виду, что, возможно, к тому моменту проведения в воскресенье вечера терактов уже основные силы, которые обеспечивают такие мероприятия, обеспечение общественного порядка в местах скопления граждан, которые осуществляет полиция и спецслужбы тоже контролируют, они уже были как бы свернуты и уже, наверное, возможно, часть оцеплений было снято. И вот, как я считаю, что именно террористы и воспользовались этим моментом для своего злодеяния. Уверен, что будут произведены и определенный разбор задержаний, установлены будут личности полностью, хотя сейчас вот на сегодняшний момент уходит сообщение, что личности установлены, и где террористы прошли подготовку. Как мы видим из видео, которое предоставлено, террористы были без масок и без бронежилетов. И, соответственно, вели прицельный, довольно результативный, к сожалению, огонь. Вот, то есть эти лица, они прошли либо подготовку, либо участвовали в боевых действиях. И, соответственно, эти лица должны стоять на учете в правоохранительных органах, должны быть под наблюдением. И было ли это сделано, и сделано ли, или в полном или не полном объеме, это установят следствие. Вот, кстати, есть информация, что среди террористов есть родственники дагестанского чиновника, а также о том, что он также уже задержан. Вот насколько данная информация соответствует действительности, что вам известно? Вы знаете, да, эти данные есть, что именно родственники чиновника, чиновник, это имеется в виду, сейчас данных нет, я думаю, что госслужащие, ну, соответственно, будут расследования, как производилась проверка и мониторинг окружения этого чиновника. То есть, как вы знаете, оперативная работа, она, в принципе, похожа очень на математику, в плане, что она везде выстроена, во всех странах, цивилизованных, конечно, одинаково. То есть, там, где работает чиновник, там должно быть и в поле зрения он, и полиции, и федеральных служб безопасности, возможно, и других структур. И они должны как раз осуществлять проверку госслужащих при приеме на работу. Ну, и в дальнейшем это большая рутинная работа, это работа и, прежде всего, кадрового аппарата, который должен следить об обновлении данных, смена социального положения, изменения. Далее, надо установить этот чиновник ли имел ли допуск до стаяния, то, соответственно, работа первых отделов, было ли, куда выезжал. Это будет большая работа. Ну, судя по тому, как проводятся следственные действия у нас, в последнее время она будет довольно скоро завершена, будут сделаны орг-выводы, я думаю, в том числе и в кадровом ключе. А вот какова ситуация в Махачкале и Дербенте на данный момент, вот после того, как преступники были задержаны и ликвидированы, можно ли сказать, что вот угроза миновала? Да, конечно, однозначно сейчас угроза миновала. Ну, повторение той трагедии, которая была 20 лет назад, возможно, как бы они и хотели напомнить, в том числе и террористов, она миновала. Режим КТО, контртеррористической операции снят. Как вы знаете, что это такое, это усиление полномочий полиции и ограничение неких гражданских прав и свобод. То есть полицейские могут проверить документы без объяснения у любого человека, досмотреть без понятых транспортных средств и при необходимости даже взять его во временное пользу для выполнения своих служебных обязанностей. Вот эта контртеррористическая операция, она завершена. И на улицах то, что видно из видео, которое в настоящее время есть, они спокойно. И, как я связывался с друзьями в Дакистане, обстановка на улицах мирная. А вот может ли террористический акт, совершенный на юге России, отразиться на ситуации в целом в регионе? Однозначно одной из целей террористов, это, конечно, масштабировать свои злодеяния и попробовать быть тем началом чего-то большего по всей стране, то есть каких-то массовых туристических актов, которые выльются в дестабилизацию по стране с последующим появлением случайно, я ставлю слово «случайно», конечно, в кавычках, лидеров, которые вызовут глаз народа, они скажут, что недоверие к власти, надо сворачивать ту политику, которую ведет наш президент. Вот, конечно, такой замысел, возможно, и был. Но это замысел известен не только террористам и нам, и, конечно, его, этот сценарий отрабатывают и наши правоохранительные органы на местах. Соответственно, многие террористические ячейки ведутся сейчас в наблюдении, находятся в разработках, не берут их и не ликвидируют, потому что бывает необязательно, когда террористическую ячейку обнаружили, зафиксировали, сразу проходит силовой ее захват или в ходе захвата даже ликвидация. Нет, иногда это требует оперативная разработка, чтобы установить всех участников, источники финансирования, задокументировать, и обычная ликвидация происходит на этапе уже непосредственного исполнения терактов. Вот в данном случае, возможно, либо наши источники были, которые находились в окружении террористические ячейки, дезинформировали, либо вот эта ячейка, она как бы была спящей долгое время и проявила себя, вот только там начала действовать за несколько часов до теракта, получила сообщение и действовали согласно уже имеющемуся плану, потому что террористы, конечно, тоже террористические организации учатся, и надо понимать, что мы имеем дело в настоящее время не просто с группой террористов, может быть, хорошо умеющих стрелять, и вот имеющую цель, какую-то имеющую цель, я скажу так, идеологическую или еще как-то. Нет, мы имеем дело с серьезной диверсионной группой, диверсионной террористической группой, которая имеет, как минимум, большой информационный ресурс в виде спецслужб Запада, Соединенных Штатов Америки, ее сателлитов в Европе и так далее. То есть все террористы, террористические организации, они не могут существовать сколько-нибудь долго, то есть больше полугода, если это неактивная такая деятельность, если их не курирует какая-нибудь спецслужба. Но это мое личное мнение. И, конечно, вот эти террористические группы именно сработали и были прифинансированы и информированы о, возможно, в том числе и расположении патрулей, о переговорах полицейских с помощью технических средств западных разведок, которым, конечно, понятно, что мы понимаем, что они именно и курируют такие террористические группы и такие террористические действия. Спасибо большое. Будем надеяться, что такое в будущем не повторится. Спасибо, что подключались к нам. Не слышу ничего. Звук пропал. Спасибо вам большое. О ситуации в связи с терактом на юге России мы говорили с гостем. На прямой связи со студией был Андрей Попов, подполковник запаса, ветеран спецподразделения Альфа. Ну а мы переходим к другим темам. В Зангеландском конгресс-центре сортовал форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана. Более 200 представителей общественных объединений страны обсудят работу в регионе и поговорят об экологических проблемах. Программа мероприятия рассчитана на два дня. На ходе форума подробнее расскажет моя коллега Пиаридуни Малиева, которая находится в Зангелане. Пиарид, здравствуй. Тебе слово. Пиарид, ты нас слышишь? У нас небольшие технические неполадки, мы попробуем подключиться позже. А пока продолжаем. Славная историческая победа Азербайджана привела к национальному пробуждению единства азербайджанского народа. Об этом сказал генеральный прокурор Кемран Алиев на проходящей в Ханкинде научно-практической конференции роль образования и правоохранительных мер в укреплении окружающей среды. Как подчеркнул генпрокурор, азербайджанская армия под руководством верховного главнокомандующего Ильхам Алиева одержала решительную победу, раз и навсегда решив проблему, продолжавшуюся на протяжении десятков лет. Также в рамках своего выступления Кемран Алиев затронул тему глобальных климатических изменений и то, как они влияют на Азербайджан. Генпрокурор заявил, что сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика и сектор здравоохранения чувствительны к изменению климата. Решение главы государства объявить 2024 год годом солидарности во имя Зеленого мира еще раз доказывает, что Азербайджан входит в число первых стран, присоединившихся к глобальным инициативам, подчеркнул Кемран Алиев. Проведение Израилем наступательной операции против движения Хезбулла в Ливане может повысить риск начала более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований. С таким заявлением в Кабу-Верде выступил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. По мнению генерала, при таких действиях со стороны еврейского государства и появлении угрозы дальнейшему существованию Хезбулла может повыситься вероятность более широкого конфликта. По его словам, Хезбулла превосходит Хамас по своему общему боевому потенциалу. По числу ракет Айран будет в большей степени склонен предоставить поддержку Хезбулла, добавил Браун, констатировав, что не берется прогнозировать дальнейшие шаги Израиля. По его мнению, в случае массированной атаки со стороны Хезбулла США было бы сложнее помочь Израилю в обороне, чем в апреле, когда Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону еврейского государства. Ну и мы возвращаемся к подключению. В Зангелане находится моя коллега Пиарии Дунья Малиева. Она расскажет о ходе работы Конгресса. В Конгресс-центре стартовал форум сотрудничества на неправительственных организациях Азербайджана. Пиарии, здравствуй. Тебе слово. Медина, здравствуй. Да, съемочная группа CBC находится в городе Зангелан, где, как ты верно отметила, начал свою работу форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана, организованный агентством государственной поддержки неправительственных организаций совместно с азербайджанским национальным форумом НПО. Отмечу, форум здесь проходит впервые. В рамках мероприятия, которое продлится два дня, запланировано панельное обсуждение на следующие темы неправительственной организации Азербайджана, результаты и цели, экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении и, конечно же, КОП-29 и движение во имя зеленого мира. В форуме, отмечу, принимает участие более 200 представителей общественных объединений. На цель, по традиции, прозвучал гимн Азербайджана. После минуты молчания почтили память героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Также участникам форума был представлен видеоролик, чтобы гости могли увидеть масштабы и темпы проводимых здесь работ. Ну что же, скоро начнет свою работу первая панельная сессия на тему неправительственной организации Азербайджана, «Результаты и цели», модератором которого выступит Рауф Зейни, председатель национального форума неправительственных организаций Азербайджана. Ну а мы будем продолжать следить за событиями и информировать вас. Медина, у меня пока на этом все, тебе слово. Большое спасибо Пиари. Пиари Дуния Малиева подключалась к нам из Ангелана, где стартовал форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана. А мы продолжаем. В последние дни одной из самых обсуждаемых тем в СМИ Бахрейна стала нормализация отношений с Ираном. Как сообщило Государственное информационное агентство Бахрейна, главы внешнеполитических ведомств двух стран согласились начать переговоры, направленные на возобновление политических отношений. Договоренность о запуске процесса нормализации была достигнута в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель-Латифа бен Рашеда Аззайани и исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багера Кани, которая состоялась в Тегеране. Как отмечает Государственное информационное агентство Бахрейна, на этой встрече обе стороны решили создать необходимые механизмы для начала переговоров между двумя странами и изучение путей возобновления политических отношений между ними. Как отмечают СМИ, Манамо нацелено на улучшение отношений с Тегераном и не видит причин откладывать решение этого вопроса. Данное решение является самым значимым во взаимоотношениях двух стран с 2016 года, когда в иранской столице произошло нападение на посольство Саудовской Аравии. Тогда толпа протестующих против казни саудовскими властями, известного шиитского проповедника Немра Бакар Аль-Немра прорвалась на территории посольства Саудовской Аравии и устроила погром. Пусть инциденты как Эль-Яд, так и Манамо разорвали дипломатические отношения с Тегераном. Отношения между странами оставались напряженными до марта 2023 года, когда было объявлено достижение Ирана на Саудовской Аравии договоренность о нормализации отношений и возобновлении работы посольств. В марте 2023 года в Манаме отметили, что открыто для восстановления связи с Тегераном, тогда же официальный представитель Мидрана Насир Канани заверил, что Иран готов развивать сотрудничество со всеми заседями, в том числе с Бахрейном. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить Урсулу фон дер Лайн на посту председателя Еврокомиссии. Политик назвал прошедшие пять лет худшими в истории ЕС, а деятельность главы ЕК низкоэффективной. Зелёная трансформация является совершенно провальным менеджментом. Миграционный пакет не решает проблемы. Так Виктор Орбан в интервью немецкой медиагруппе Фанк охарактеризовал деятельность Еврокомиссии за последний период. По его словам, успехи высшего органа ЕС и европейского политического истаблишмента в течение пяти лет пребывания на посту главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен оказались слабыми. «Прошедшие пять лет были, возможно, худшими в истории ЕС. Успех Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые. Европа нуждается в более эффективном руководстве. Мы имеем достаточно талантливых политиков, которые могут это делать». При этом венгерский премьер отказался называть конкретные имена. Отвечая на вопрос, почему он препятствует назначению фон дер Ляйен на второй срок, Орбан ответил, цитата, «из-за её низкой эффективности». По его словам, на выборах в Европарламент люди показали, что желают изменений в Брюсселе. «То, как сейчас выглядит у власти, останется та же правящая коалиция. Я не испытываю радости от того, что сейчас происходит. У нас структурная проблема. Если европейцы хотят идти нога в ногу с американцами, то им предстоит снова вырасти. Возможно, и касательно политического веса на мировой арене, который у нас однажды был и который мы затем потеряли». Вопрос о назначении фон дер Ляйен на второй срок главы Еврокомиссии будет обсуждаться 27-28 июня на саммите ЕС в Брюсселе. Ранее уже состоялась неформальная встреча лидеров государств ЕС, на которой прошло первое обсуждение распределения высших постов в европейских институтах. Цель переговоров – достичь баланса в отношении представительства политических семейств, а также географический баланс. Однако определённых решений на саммите достичь не удалось. По данным политика, задержка в переговорах связана с недовольством премьер-министра Италии Джорджи Мелани, который считает, что неуместно распределять высшие должности, пока не будут обсуждены сигналы, которые были даны на выборах в Европейский парламент. В ночь выборов Урсула фон дер Ляйен обратилась к центристским партиям, призывая их вместе стать бастионом против крайностей, как слева, так и справа. Салатен Мирзаева, Сибиси. Экономику и государственные финансы французские избиратели доверяют ультраправой партии Национальное объединение. Согласно опросу Financial Times, 25% респондентов уверены в правильности принятия решений партии. 22% отдали свои голоса за Левый Новый народный фронт и только 20% Альянсу Макрона. Партия Национальное объединение обещает в скором времени снизить налог на добавленную стоимость на энергоносители и топливо, а также отменить повышение Макрона пенсионного возраста 64 до 62 лет. Эксперты оценили эти две меры в 20-30 миллиардов долларов. Марин Липен больше всего доверяют в вопросах повышения уровня жизни, снижения налогов и борьбы с инфляцией. Последний является основным аргументом против экономической политики Макрона. По вопросу борьба с инфляцией является приоритетом избирателей, который позволил на выборах 32% опрошенных. Национальное объединение воспринимается как партия, которая является, если не самой, то, по крайней мере, не менее компетентной, чем другие политические формирования. Ранее инвесторы с критикой восприняли решение президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах. Оно вызвало предупреждение о дальнейшем улучшении состояния финансов страны и даже опасения нового кризиса евро. Строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, сделает Центральную Азию торгово-логистическим узлом. Такое мнение выразил премьер-министр Кыргызстана Акалбек Жапаров в интервью Центральному телевидению Китая. Магистраль начнется в Кашгаре, на северо-западе Китая, и будет продолжена на территорию Узбекистана через Кыргызстан. Предполагается, что железная дорога сократит маршрут между Китаем и Европой примерно на 900 километров. За счет этого времени перевозок грузов уменьшится на 8 дней. А в перспективе ожидается, что транспортный путь достигнет Западной и Южной Азии. С помощью этой дороги мы внутреннее кольцо железной дороги в Кыргызстане тоже запускаем, объединяем. Мы своими силами начали строить Балакча-Гарагеча-Гарагеча-Казарман. Именно там будет перевалочная станция железной дороги Китая, Кыргызстан и Узбекистан. Таким образом, товары, которые будут идти по железной дороге Китая, Кыргызстан и Узбекистан, будут иметь два направления. Первое, эта дорога будет уходить через Узбекистан, средний путь. И, я думаю, вторая дорога, это по северу, через Казахстан и Россию тоже мы будем отправлять грузы. Таким образом, наша страна полностью будет реализовывать свой транзитный потенциал и станет страной, которая имеет доступ к морю с помощью железной дороги. Это и есть возражение Великого Шелкового Пути. 6 июня в присутствии глав государств Китая, Кыргызстана и Узбекистана соответствующие министерства трех стран подписали межправительственное соглашение по проекту железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Этот маршрут будет кратчайшим между Шанхаем и Парижем. Он превратит всю Центральную Азию в сухопутный путь между двумя крупнейшими экономиками – Китаем и Европейским Союзом, отметил Акалбек Жапаров. Тем временем Турция продолжает осуществлять антитеррористические операции. В рамках операции БОСДОГАН-45 в пригороде турецкого Батмана нейтрализовано двое террористов ПКК, один из которых находился в красном списке разыскиваемых МВД республики, сообщил глава ведомства Али Ерликая. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Турал Асади, который подключается к нам из Турции. Турал, здравствуй, что известно на данный момент? Приветствую Медина. Продолжаются антитеррористические операции как внутри страны, параллельно тем, которые проводятся за пределами республики на севере Ферии и Ирака. В частности, в рамках последней операции МВД страны были уничтожены двое террористов, которые разыскивались со стороны МВД страны в красной категории. Также было отмечено, что кодовые террористы звали Султан Дага и Зайнеп Небад. У Султана Дага было кодовое имя Беретана Мара, у Зайнеп Джуди. Они были ликвидированы. Ранее было сообщено об этом со стороны главы МВД республики Али Ерликая. Он также отметил, что они были причастны к убийству членов правоохранительных органов страны. Шесть сотрудников, вернее, правоохранительных органов страны были убиты в рамках террористических актов, в которых они принимали участие. Террористы, которые были ранее ликвидированы, они в целом принимали участие в девяти террористических актах, в результате которых также были ранены 19 сотрудников. Тестера были убиты, 19 были ранены. Также отмечается, что в рамках праздничных дней в целом также было уничтожено 11 террористов, помимо, вернее, вместе с этими двумя террористами, 11 террористов на территории страны за эти праздничные дни. Двое из них, как мы уже отметили, были в красной категории четверо воражные и двое в серой категории поиска МВД страны. Эти антитеррористические операции, они давно начались и продолжаются по сей день. Многократно было заявлено, страна официальных лиц страны, что как внутри страны, так и за ее пределами военные операции, антитеррористические операции Турции, турецкой армии, правоохранительных органов страны будут продолжены до ликвидации последнего террориста. И подобные операции, они, конечно же, заставляют террористов максимально ограничить свою деятельность непосредственно внутри территории страны. Они постоянно скрываются, и вот как можно понять по названию данной операции Бос-Дурган-45, эти операции, они для цели нумеруются вот подобным образом. В рамках данной операции Бос-Дурган, это уже 45-я антитеррористическая операция, они продолжаются в праздничные дни. Также эти операции проводились и далее, они будут проводиться с тем, чтобы определить, установить точное местонахождение террористов, будь то внутри территории республики, либо за ее пределами МВД Турции, затем и турецкая армия, а также турецкая разбежка занимаются этим вопросом очень серьезно. И военные операции, антитеррористические операции, будь то локальные, либо масштабные, они продолжаются. И в целом необходимо отметить, что Министерство обороны Турции также периодически сообщает о ликвидации террористов на территории, на севере Сирии и Ирака. В частности, ранее было сообщено о том, что с начала года на севере Сирии и Ирака было уничтожено свыше тысячи террористов. Это говорит о том, что турецкая армия продолжает свои военные операции на территориях. Даже ранее говорилось о том, что летом, возможно, начнется очередная крупная наземная уже военная операция на территории Ирака, на севере страны. Сейчас на севере Ирака продолжается военно-воздушная операция турецкой армии. В Сирии продолжаются как военно-воздушные, так и наземные операции. В Ираке наносятся точечные удары под позиции террористов. И это, по словам турецкой стороны, официальных лиц страны Анкары, максимально сдерживает деятельность террористов не только на севере Ирака ограничивает, но и, безусловно, сдерживает их попытки попасть на территорию Турции, хотя иногда им это удается. Но, тем не менее, правоохранительные органы страны, турецкая армия, а также разведка страны, они продолжают свои операции и, конечно же, в конечном счете они ликвидируют этих террористов, как это было и сейчас ранее заявлено со стороны главы МВД Алия Алия Алия. Ну, Медина, в целом, как я уже отметил, двое террористов в красной категории были уничтожены. В целом, за праздничные дни было уничтожено 11 террористов ПКК. И, в целом, вот эти операции продолжатся и после этого. Спасибо большое, спасибо за информацию. На прямой связи со студией из Турции был наш корреспондент Турал Асадим. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC и слушайте нас на CBC FM. Всего вам доброго и до встречи в следующих эфирах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!